В новом жилом комплексе Гороховое поле для жильцов аварийных домов в Магадане будет выделено около 70 тысяч квадратных метров, всего 1569 квартир. Первый этап строительства предусматривает 444 квартиры, которые пойдут на аренду жилья для сотрудников бюджетных сфер. Его планируют завершить к сентябрю 2023 года. Кроме этого, второй этап строительства собираются закончить к декабрю того же года. Сейчас проектная документация находится в главгосэкспертизе, где она проходит оценку. Более этого, в шоуруме ЖК Гороховое поле построили макет всего комплекса и спроектировали одну, двух и трехкомнатные квартиры, которые будут непосредственно в новом районе. Также в данном жилом комплексе будет активно развита инфраструктура, детский сад, школа, два торговых центра, досуговые центры и многое другое. Тем не менее, у колымчан до сих пор остается вопрос, как можно строить дома на болотистой местности. В рамках подготовки проектной документации проведено все необходимые мероприятия по геологической, геодезической изысканиях. Проведена масштабная работа по архитектурно-планировочным решениям, которые должны оптимально сказаться на качестве и стоимости жилья. Сейчас проект, как я говорил, уже находится в главу госэкспертизе. Это самая экспертная организация в России. Ее заключение будет означать, что весь проект будет соответствовать всем требованиям, которые появляются на данный момент к жилому строительству. Вечернему Магадану сообщили, что продажа квартир не предоставляется, так как это полностью социальные дома. Однако квартиры на продажу все-таки появятся. Но точный год никто сообщить не смог. Единственное, что известно, так это то, что не раньше 25-го года у магаданцев появится возможность приобрести жилье в новом современном жилом комплексе.